Привет, молодежь! Добрый день, Грузия! Я Анатолий и Михаил из России. Мы сейчас находимся на 3000 метрах. Погода дубль-2 называется, как вчера. Замечательно. Немножко перестает страдать. Ну и мы готовы полетать. Чтобы полетать, мы немножко пробежимся. Бежим я ее, да? У меня будет полотна. У меня будет полотна. Потом я буду пробовать. В общем, тандемить. Готов? Убрали, да? Убрали. Угу. Коленки расслабляй, правую коленку вверх. Что скажу, офигенно сказать? Ну, значит, плохо. Держаться мне где? Можешь нигде не держаться, за камерой держись. Можешь нигде не держаться, за камерой держись. Ребята, ну что, мы в воздухе полетели. Не дергай. Не дергай. Ты понимал, что происходит? Сейчас мы, короче говоря, немножко поуправляем, Миша. Миша, левую уплевал. Страх управления. Правую немножко выше. Правую немножко выше, ну естественно. Левую уплевал немножко. Почувствуешь перед городом. Но немножко как автобусом большой. Чувствуешь, да? Отпускаем. Обе уплати. Обе уплати. Обе уплати. Отпускаем. Вверх. Хорошо. В общем, в принципе, тоже поднимется. Обе уплати вверх. Единственный вопрос. Понять, насколько она сильно. Сколько сильно? Да. По правде можно еще темнее. Самое главное, не задерживаться. Здесь задерживаешь мощь. Угу. Потом будет падать. Можешь сорвать. Нет, можешь сорвать. Если прям так, я надеюсь, он очень хорошо. Ха-ха. Пока я не готов к этому. Конечно, интересно, но пока я не готов. Видео, может, как вы можете находитесь. Давай туда. Получается рамбат упор? Я буду себе поставить. Я буду себе поставить оправду. Понятно. Лучше. Красавица. Брата. Брата. Типа, взлетел еще, да. Не надо. То есть это так раз, полетел туда. Выбронил. конечно немножко ветрено ребята здесь наверху но очень комфортно так что рекомендую кто засиделся в своих офисных стульях тоже сидишь комфортно вот ногами болтаешь не 3d не 4d 100 д д д пока еще не придумали такое или к тому что ощущение такого ветра не будет в разные стороны рассмотреть ноги почувствовать своей пятой точкой надо подняться на дорму и тишина ребята тишина и только ветер говорит тебе о том что ты в горах а вот там ребята я вижу какую-то большую птицу и я выше ее а вон слева она летит от нас наверное это какой-то какой-то хищник наверняка вот мы сейчас с анатолием где летим направляемся и я впервые констатирую то факт что я влечу выше 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 этого орла назовем его так вот уже не знаю что за птица вот причем я не на самолете лечу а на самом то есть вот он я так же как и эта птица хищник конечно это не на парашют не с парашютом когда прыг прыгнули ну естественно который в обычный там купол д6 там д5 на крыле конечно я не десантировался но я думаю там примерно что то же самое но не тоже а вот там что-то получается какой-то камень вот такой прям вот я не расположил я не расположил влево посмотри вот тут вы кэмбру видишь да одна и вторая видел? вот так вот одна вот вторая маленькая Да, 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 да. Я не, короче, рассказал, что так интересно, что когда загорается огонь на какой-то из них, то есть прямая видимость, когда я их налетно заберу. Вижу, красненький, ага. Забирается, короче, огонь где-то, ну, естественно, если какой-то враг идет, то зажигается, есть определенная пыль. А, ну, это сигнальный, получается, сигнальный башня. А, вон, да, что это. Ну, я, вообще, пролетаю уже мимо своего ночлега. Мимо небольшой, но уютной квартирки. Ты где-то такой стыдно. Сигуретные гонки. Ну, я на камеру не буду заговорить. Я, может, так подумал изначально, давным-давно. Но потом я изменил. Позицировали. Да. Ну, что, людям там. Я, например, такой человек, что если я приезжаю, куда-то просит внимание, что тебе крест. Я сейчас не приезжу, обычно у меня утролегкая палатка, утролегкая палатка и все. Да. 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 Да.